Сначала в этом доме жил предводитель дворянства Григорьев, потом здесь разместилось городское общественное управление, а с 1873 Курское реальное училище. В первом наборе было примерно 90 человек. В основном изначально брали детей высших сословий, то есть дворян, мещан, купцов. Затем социальный состав изменился и уже стали брать детей и богатых крестьян. А в 1912 учащихся было уже больше 500. И на полторы сотни детей дворян и чиновников приходилось столько же ребят из крестьянских семей. В 1913 училищу было присвоено имя полководца Михаила Голенищева-Кутузова. Обучались 7 лет, но была такая очень необычная система. Первые 6 лет учились по такой обычной программе, а затем людей уже как бы учеников, обучающихся делили на две группы. То есть в первую обучали учеников, которые могли поступить в технические вузы, а во вторую группу в специальные учебные заведения. Курское реальное училище славится своими воспитанниками. Среди них легендарный Анатолий Уфимцев. Уже тогда изобретатель проявлял удивительные способности. Сам собрал действующий локомобиль. Его потом использовали в кабинете физики. Но потом учебу все-таки бросил. Среди выпускников известный поэт Николай Асеев, революционер Дубровинский, полярный исследователь Морозов. После 1917 реальное училище перестало существовать. А в здании открылась школа, потом рабочие факультеты, а перед самой войной школа ВВС. В 1944 году был открыт корпус электромеханического техникума на улице Садовой, в которой уже в 1945 году был произведен первый набор учеников. А собственно корпус, который на Саровского, он был в 1955 году переименован в профессиональное техническое училище номер один. И с тех пор в этом здании учатся студенты электромеханического техникума. Правда сейчас им пришлось временно переехать в другие корпуса, чтобы в следующем году вернуться в красивое обновленное здание. Ангелина Рязанцева, Семен Катанек, События дня.